Друзья, за последние две недели мне пришлось консультировать нескольких женщин, которые оказались в очень сложных условиях под бомбежками в Харькове, Запорожье, Ильпении, Мариуполе и других городах и селах Украины, где сейчас идут боевые действия. Это были беременные женщины, которым уже срок рожать, но которые отрезаны практически от нормальной медицинской помощи. И я им рассказывала о том, как рожать в условиях военных, где нет контакта с врачом, даже акушеркой, как рожать в якобы домашних условиях, хотя это не домашние условия, потому что это подвалы и бомбовбежище. Очень тяжелая тема, которую я подняла еще 8 лет тому назад, и к сожалению мне приходится повторять эту тему сейчас. И я расскажу в нескольких словах, что делать, если начинаются роды, а нет возможности оказаться в роддоме. Тем более, что роддомы сейчас бомбятся, и это просто ужас, что происходит в Украине из-за нападения России. Итак, я хочу немножко успокоить все женщин, которым придется, не дай бог, придется рожать без помощи, что беременность это физиологическое явление. И миллиарды людей рождены и в прошлом, и даже сейчас миллионы людей рождаются в тех условиях, где нет никакой нормальной медицины. Особенно в странах, где, скажем, медицина, акушерство на очень низком уровне. Поэтому человечество, оно продолжает размножаться даже в таких условиях. И нужно рассматривать роды как физиологический процесс. 90% случаев роды будут естественными. И около 10% случаев потребуется кесаресечения или другой оперативный родоразрешение. Хотя этот процент тоже может быть ниже. То есть около 3-5%. Другими словами, для большинства беременностей оперативное разрешение не потребуется. И это уже хороший факт. Если вам предстоит рожать в таких вот жестоких условиях, все-таки постарайтесь наладить контакты, хотя бы с каким-то врачом, акушеркой и даже доулой. Потому что многие доулы имеют определенные знания, как принимать роды в таких вот условиях. Также узнайте, где есть хоть какой-то работающий госпиталь, военно-полевой госпиталь или больница, роддом. И как можно туда добраться, если у вас вдруг начнутся роды. Если такой возможности нет, хотя бы постарайтесь, чтобы рядом с вами был кто-то. Муж, друг, подруга, кто-то из родней. То есть чтобы вы не были одна в такой ситуации. Потому что одной, конечно, намного труднее. И все-таки если кто-то есть рядом, то ваши роды будут протекать более благоприятно. Второй важный момент. Когда у вас начинаются схватки, отходят воды, начинается родовая деятельность. Это первый период. И в этот период делать абсолютно ничего не нужно. Просто ждать, стараться отдыхать, набираться сил. Даже если схватки будут болезненными, важно понимать, что роды это временный период. Они так или иначе закончатся рождением ребенка. Поэтому такие роды будут занимать несколько часов до суток. Но так или иначе эти боли закончатся. Необходимо принимать достаточное количество жидкости. К сожалению, какой-то специальный анестезий обезбольный в этот период и, скажем, условия, где нет даже нормального электричества, в этот период может и не быть. Что нужно приготовить народу, как только начинаются схватки? Ну, в первую очередь, несколько чистых, не обязательно стерильных, просто чистых полотенец или чистых простыней. Можно пеленки. Буквально 2-3. Много не нужно. И также для малыша. То есть должны быть пеленки или простыни. Можно использовать какие-то одеяла. Можно также использовать чистую одежду. Главное, чтобы это было чистое. А необходимо немножко воды. Желательно теплой. Опять же, это не прерогатива. Если воды нет, то можно обойтись без воды. Можно использовать влажные салфетки или просто увлажнять небольшие кусочки полотенца. И в основном это потребуется для того, чтобы потом очистить промежность от крови и других выделений. И также ребенка, чтобы очистить от слези и крови. И, конечно, очень важно иметь под рукой хоть какой-то алкоголь. Это может быть и алкогольный напиток, типа водка, ром. Еще какие-то напитки алкогольные, конечно, не вино и не пиво, потому что там слишком низкий процент алкоголя. Но может также пригодиться одеколон или духи. Могут быть где-то растворы, такие как хлоргексидин, лизон и ряд других, те, которые можно достать хотя бы в аптеке. То есть все, что содержит алкоголь, даже травяные настойки алкогольные, которые сделаны на спирте, они тоже могут использоваться. И много не нужно. Нужно в основном для обработки пуповины. Поэтому много алкоголя тоже не нужно. Главное, чтобы было немножко. Желательно приготовить ножницы. Ножницы можно будет обработать спиртом или дезинфицирующим раствором. И нити. Нити с иглой, причем лучше всего синтетические или шелковые. Они должны быть довольно толстыми, то есть приблизительно в диаметре 1-1,5 мм. Если таких нитей нет, если есть тонкие, их можно сделать таким жгутиком. То есть смотать 10-15 нитей вместе, чтобы получился более-менее жгутик. Для перевязки пуповины в первую очередь. И также для наложения швов на промежность, если в этом будет необходимость. Итак, первый период родов. Женщина просто должна отдыхать, принимая достаточное количество жидкости. И вот как раз второй период родов, это потоки. Это самый важный период, когда рождается ребенок. Сразу скажу вам, что нет никаких универсальных техник поток. То есть если женщина не умеет тужиться, это ничего страшного, потому что природа сделала все, чтобы ребенок родился. И даже если женщина не тужится, то все равно ребенок родится. Если она чувствует, что есть давление на область промежности, то можно попробовать тужиться. Это фактически как вы стараетесь при акте дефекации. То есть направление силы как бы вниз на дно малого таза. Если не совсем получается, ничего страшного. Как я сказала, ребенок все равно родится. Если у вас есть помощник, который помогает вам, то он может производить защиту промежности. Защиту промежности для того, чтобы не было сильных разрывов. Как только видна головка в щели промежности, это говорит о том, что ребенок практически уже на выходе и еще несколько поток, и ребенок может родиться. И в этот период, чтобы не было разрыва промежности, человек, который вам помогает, ассистирует, обрабатывает руки спиртом и может одеть, если есть одноразовые перчатки, если нет, ну хотя бы спиртом обработать. И одной из рук старается, накладывает одну руку, прикрывая анус, как бы где есть, где срастаются малые половые губы. И старается не растягивать эту часть, а наоборот, немножко стягивает, для того, чтобы не было самостоятельного разрыва. То есть прикрывает рукой анус, правый или левый, неважно, левша или правша. И, как я еще сказала, должен немножко натягивать кожу на себя, чтобы, ну как бы, внутрь, защищая таким образом разрыв, а в сторону ануса. При этом, другой рукой, если видна уже головка, и особенно при подругах, нужно осторожно освобождать ее от малых половых губ, и когда особенно женщина тужится, слегка как бы разводить, и чтобы головка родилась быстрее. А вот такая защита может быть принята для промежности, профилактики разрыва промежности. Как только ребенок родился, его головка, в первую очередь, нужно протереть головку, и особенно ноздри, от слизи, от крови, которая есть. И, значит, очень важно, чтобы ребенок сделал первый вдох, в течение одной минуты, это повышает уровень его выживаемости. И обычно, за рождением головки, ребенок поворачивается в течение минуты очень быстро, и плечики оказываются как раз в таком положении, когда они свободно проходят через промежность. Диаметр, то есть ширина плечика всегда меньше диаметра головки, поэтому в реальности плечики рождаются намного быстрее, чем головка. Чрезвычайно важно, чтобы ребенок не упал, не ударился головой, поэтому женщина должна рожать полулежачим, полусидячим положением, лежачим положением, а не на курточках, потому что, еще раз повторю, очень важно обеспечить безопасность ребенка. Как только ребенок родился, важно его сразу же укутать в теплые пеленки, потому что, ну, хотя бы любые пеленки, скажем так, или одеяло, потому что, находясь, например, в холодном помещении, в подвале, где нет нормального отопления, такой ребенок может очень быстро замерзнуть, и это негативно повлияет на его здоровье. Когда ребенок родился, нужно, опять же, очистить его нос, не надо запихивать ничего в ноздри, также слегка почистить рот и ротовой полоси, это возможно, но, опять же, не запихивать палец слишком глубоко, можно просто очистить рот и поверхность лица. Все дальнейшие гигиенические процедуры могут быть сделаны позже, ребенка нужно приложить к груди матери, если такой возможности нет, просто обеспечить ему безопасное место, и чтобы он не замерз. Дальше, следующий важный момент, это перевязка пуповины. Пуповину нужно перевязать в течение 1-3 минут. Как мы это проводим? Приблизительно на расстоянии 7-8 сантиметров от пупка ребенка накладываем этот жгут, то есть, фактически, накладываем нитки, очень крепко перевязываем. Чем толще эти нитки, тем лучше они не прорежут пуповину и не порвутся. Поэтому очень важно наложить правильно. Завязываем хорошенько после этого обработанным спиртом ножницы, отрезаем пуповину выше перевязки, то есть, как бы ближе к плаценте, приблизительно сантиметра полтора, и края пуповины обрабатываем спиртом со стороны ребенка. Таким образом, все, что мы должны были сделать с ребенком, мы сделали, и ребенок должен находиться в безопасном месте и укутанном, чтобы ему не было холодно. И дальше мы следим за рождением последов. Рождение последов это третий этап родов, третья стадия родов. И обычно рождение происходит в течение 5-15 минут и реже до 30 минут. Как мы контролируем в данном случае и можно ли как-то сделать какую-то профилактику кровотечения? Да, можно. Во-первых, есть так называем активное ведение третьего периода рода. Даже если нет под рукой окситоцина и других веществ, которые сокращают матку, что можно сделать? Во-первых, слегка массажировать живот и матку, но это не должно быть грубый массаж, то есть нельзя сдавливать матку. А метод Кристеллора как раз состоял в том, что матка массажировалась и поддерживалась для того, чтобы ребенок родился быстрее и потом в дальнейшем родился послед. Но еще раз повторю, никаких грубых мешательств, то есть это не должно быть больно. Но массаж матки можно делать, например, за часовой стрелкой, гладить живот хотя бы так, это поможет матке быстрее сократиться. Еще один метод это подтягивание пуповины. Опять же, нельзя пуповину тянуть силой, нужно делать такие вот тракции, то есть слегка подтягивать пуповину и это ускоряет отделение последа, то есть плаценты. И фактически, когда пуповина отслоилась, сразу видно, что пуповина немножко опускается. То есть видно, что она опускается и женщина должна потужиться и практически мы эту плаценту, этот послед выводим из влагалища и в дальнейшем на этом, как говорится, заканчивается третий период рода. Можно посмотреть плаценту целой или нет, но в принципе никто не будет делать ручную ревизию матки или другие методы контроля полости матки, поэтому достаточно плаценту сохранить, просто оставить где-то на тот случай, если приедет скорая помощь, если приедет врач и женщину смогут забрать в больницу или родильный дом. И дальше, что мы делаем, важно, чтобы женщина укутать ее, чтобы ей было тепло, потому что у многих женщин идет потеря энергии, их начинает трясти, это нормальная линия после родов, это значит, что просто было израсходовано много энергии, поэтому важно, чтобы женщина находилась в тепле, как и ребенок тоже. И следим за выделениями, то есть, если выделение увеличивается, конечно, чрезвычайно важно найти как можно быстрее кого-то, кто бы оказал медицинскую помощь, реальную медицинскую помощь, а то, чтобы приехала как-то скорая или чтобы женщину забрали в больницу. Но выделение, значит, если они не увеличивают состояние женщины, нормализуется, это хороший показатель того, что сам организм, вся природа делает то, чтобы эта женщина могла прийти в себя и выздороветь как можно быстрее после таких родов. Если женщина находится не одна и даже если несколько человек рядом, желательно, чтобы весь этот период родов кто-то искал возможность вывезения женщины в более благоприятное место или чтобы кто-то приехал, оказал более профессиональную помощь, потому что, конечно же, это улучшает исход родов, это повышает уровень выжимаемости как ребенка, так и женщины. Но если такой возможности нет, очень важно, чтобы после родов женщина принимала достаточное количество жидкости, чтобы питалась хоть как-то более-менее, чтобы восстановила этот запас потраченной энергии. и ребенка нужно прикладывать к груди каждые 2-3 часа. Не переживайте, что сначала может не быть молока, но того молозива, которое вырабатывается, его достаточно, чтобы обеспечить ребенка необходимыми питательными веществами. Молоко обычно прибывает на третий день и его, опять же, достаточно для грудничка, так что паниковать в одном отношении не нужно. Я желаю, чтобы в таких ситуациях оказалось как можно меньше женщин и чтобы у женщин была возможность родить в нормальных условиях при нормальной медицинской помощи и не оказаться в критической ситуации. И всем желаю мира над головой.